Приветствую вас. Давайте так. Последнее время у вас появилось навязчивое желание взять дорогую машину. А вот в последнее время, говорите вы, это в какое последнее время? То есть, грубо говоря, с чего у вас появилось это желание машину приобрести? Вы пишите, что на вас вроде как негативно смотрят ваши окружения, ваши близкие на вас негативно смотрят. Знакомые. Вот пару раз нам смеяли знакомые, прежде всего. Вас это задело. И, видимо, ну, достаточно сильно задело. Если вы после этого захотели купить, купить машину новую. Скажите, а в чем причина? В чем причина того, что вам настолько сильно хочется приобрести машину? То есть, понимаете ли вы, что проблема вашей это не решит? По сути дела. Потому что вы изначально не уверены в себе. Вы изначально не принимаете в себе такой, какая вы есть. Вы изначально ставите в себе определенные условия. Которые, ну, мешают вам выйти из ситуации. Вот. И вопрос в том, на самом деле, что это за мотивы у вас такие, ага, значит, в эту ситуацию себя вводить. То есть, почему вы не уверены в себе? Откуда формировалась ваша неуверенность в себе? Чем она обусловлена? И так далее. Это важный момент. Второе. Ну, помимо того, что вам психиатр прописал определенные препараты. Да? Мы с вами эти препараты пока, наверное, трогать не будем. Я имею ввиду, что если вы проходите лечение у психотерапевта, то здесь важно понимать, что препараты, они... Ну, по-по-большому... По-большому счёту... По-большому счёту... По-большому счёту... Не лечат вас. Препараты, по-большому счёту... По-большому счёту... Вам только... М-м-м... Облегчают. Значит... Облегчают... Облегчают состояния, но не лечат. Потому что не лечение препаратами осуществляется, понимаете, не препаратами лечения происходит, а психотерапией, работой с психологом. Понимаете? Вот. Поэтому, не дотрагивая вопрос вашего заболевания, которое у вас, безусловно, имеется, и из-за чего вы испытываете определенные проблемы, вот. Все, что вы описываете ниже, это потребность собственной значимости. Это ваша такая основная, базовая потребность. Потребность собственной значимости. И для вас машина, это, как бы, стимул, средство, способ. Эту самую значимость обрести. И вот, как раз, вопрос у меня к вам. Так, что делать, если собственная значимость нуждается в удовлетворении сейчас, уже, да? А машины вашей до сих пор нет. Что делать, что делать, в этой, в этой ситуации, как быть, понимаете, в чем, в чем сложность, понимаете, в чем момент. И вот я предлагаю вам подумать о том, что такое значимость для вас. И подумайте, какими бы способами вы могли бы ее, эту вот, свою значимость реализовать. Уже сегодня, уже сейчас, что бы вы могли сделать, для того, чтобы реализовать свою собственную значимость. Почему вы, молодого человека, привлекаетесь к этому? Молодой человек, я думаю, не должен отвечать за подобный аспект. Молодой человек не должен как-то, вот, нести ответственность за то, что вы хотите быть нашимым. И так далее. Следующий момент, который я хочу с вами обсудить, это момент того, как у вас складывались отношения в семье. Вот, вот, по моему мнению, да, вот, как и как это видится мне, конечно. По моему мнению, вас родители очень часто сравнивали. Сравнивали с другими людьми. Сравнивали вас с теми, кто, по их мнению, может быть, был лучше. Кто, по их мнению, был успешнее, да. И тем самым, тем самым, вот тем, что эти сравнения были, вас подавляли, по сути. Ну, я не скажу, постоянно ли подавляли, но подавляли. Вас подавляли. Из-за этого вы подавили свои собственные желания, подавили свои собственные потребности, свои собственные способности. Свои собственные ценности, может быть, даже, ну, общие жизненные ценности, которые у вас есть, которые у вас, безусловно, имеются, но актуальность которых вы вообще не видите, не замечаете. Потому что для вас есть, по большому-то счёту, только одна ценность. Это ценность общественная. Это ценность общепринятая. Это ценность унифицированная, грубо говоря. Почему так? А потому что ваши собственные ценности, ваши собственные взгляды, никогда не оценивались, никогда на них не было отклика адекватного. И никогда вам не давали себя проявить, не давали проявить свои эмоции, свои желания, свои потребности, свои взгляды и так далее. И вы это себе, себе подавляли. Ну вот и доподавлялись, как говорится. Теперь, теперь, проблема в том, что вам прямо физически нужно быть не хуже, чем другие, лишь бы только, значит, вас не об... ну, не позорили. А как вы думаете, что движет людьми, когда они смеются над теми, кто, по их мнению, ниже их? Как вы думаете, что заставляет людей это делать, смеяться над другими? Как вы думаете, от чего они это делают? И как вы думаете, почему вас это задевает? Ведь вы же понимаете, что не у всех есть дорогая машина. Вы же понимаете, что не каждый может себе это позволить, но каждый, абсолютно каждый, ценит то, что у него есть. Вы не цените, значит, что-то вам мешает, значит, вы не принимаете себя такой, какая вы есть. Вот и постарайтесь подумать, а что же именно, что конкретно вы не принимаете в себе? Что мешает вам принять себя такой, какая вы есть? Принять свое материальное положение, принять свой уровень, который может быть и не самый лучший, но и не самый худший. Что мешает вам довольствоваться тем, что есть, и прилагать адекватные усилия для того, чтобы приумножить то, что у вас есть. Но не быть лучше кого-то, потому что этим вы теряете себя, предаете себя, подавляете опять же себя, а быть просто лучше. Для этого нужно принять себя полностью, а для того, чтобы принять себя полностью, нужно понять, что именно вы не принимаете. Что вы считаете для себя временем, что вы считаете для себя негативом, что вы считаете для себя, ну, какими-то, не знаю, деструктивными характеристиками и почему. Итак, я предлагаю вам сделать следующее. Следующее. Я предлагаю вам поставить небольшую табличку, в которой бы вы, ну, написали бы, описали бы, то, что вы считаете. Вы себе не принимаете. И по какой причине. Вот. Для начала хотя бы. Для начала просто поставьте эту табличку с тем, что вы себе не принимаете и подумайте над тем, что бы вы могли сделать для того, чтобы стать более значимой сейчас, сегодня уже, это вот вам такое будет задание. Ну, для начала, понятно, что там проблема так просто не решится, но, по крайней мере, вы увидите направление решения своей проблемы и у вас уже появится некая такая картина. картина мира, картина, ну, реальности, можно так сказать, да? Вот. После чего, после чего мы с вами обязательно попробуем понять, куда вам дальше двигаться, что вам дальше делать, что мешает вам дальше делать. Что мешает вам двигаться вперёд, ну и так далее. Вот. То есть, это определённая работа. Я не знаю, работали ли вы с психологами ранее, вот. Но, тем не менее, тем не менее, пусть вам ваш врач выпишет препараты, вот, как, чтобы вы могли себя чувствовать хорошо. И будем работать, ну, если не со мной, да, если вы выберете меня со мной, если любого другого психолога, то, соответственно, с ним. Вот. Решать, в любом случае, вас, но если вы не будете двигаться в тех направлениях, которые я вам озвучил, то, боюсь, вы так и будете мучить своего парня. Причём, причём, совершенно не заслуженно, да, вы так и будете зависеть от чужого мнения, от чужих взглядов каких-то, от общественных норм, только для того, чтобы чувствовать себя значимой. Вот. Игнорируя при этом вполне адекватные способы, эту самую значимость получить уже сегодня. Вот. То есть поймите правильно. Дорогие автомобили, дорогой автомобиль, это прекрасно, это здорово. Вопрос в том, что за ним стоит, за вашим желанием, понимаете. Потому что желание, желание, ну, может быть чистым. То есть просто, вот я хочу. Или это, значит, так выражается потребность. И вот, соответственно, потребность нужно реализовывать правильно. А потом, если она будет реализована, потребность, если она будет удовлетворена, потребность, то можно, в принципе, уже и желание тоже реализовывать. Пока у вас не потребность, пока у вас именно влечение, я бы сказал так. Потому оно и навязчиво, что это влечение. И это влечение к удовлетворению именно базовой потребности. Вот и всё. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok